Китай постепенно приходит в норму после снятия многих карантинных ограничений. Потребление, как ожидается, сохранит свои темпы восстановления. Малый и средний бизнес возобновляет свою работу. Сейчас меры, которые предприняли власти по смягчению строгих ковидных запретов, воспринимают в стране очень позитивно. По сравнению с западными странами, Китай сталкивается с меньшим инфляционным давлением, что только придаст импульс экономическому развитию, отмечают эксперты. Сроки восстановления Китая совпадают с замедлением мировой экономики. Положительным моментом этого является то, что восстановление и открытие границ Китая не приведет к росту ценной энергоносители и сырьевые товары. Так что инфляционное беспокойство будет меньше по сравнению с тем, когда сняли карантинные ограничения США и Европа. А в Европе наступают зимние холода. Агентство Bloomberg пишет, что они покажут, насколько эффективны европейские системы энергоснабжения. Необходимость обогреваться больше и нехватка поставок энергии с парков ветряных турбин в Великобритании, ФРГ и скандинавских стран станут проверкой для энергосетей, пишет издание. Власти Германии обратились к бизнесу и населению с просьбой снизить нагрузку на топительные системы, чтобы экономить запасы газа в стране. А в Швеции останавливают крупнейший реактор страны на 9 дней из-за технических работ. Теплая осень в этом году помогла заполнить газохранилище до максимума. Но зима может истощить запасы, создав трудности. Особенно сейчас, когда на севере региона прогнозируют морозы до минус 23. Турция начала пропускать танкеры с нефтью. Как сообщает агентство Reuters, четыре танкера уже предоставили запрашиваемые турецкими властями страховые гарантии и пересекут пролив сегодня. Затор на Босфоре и Дарданеллах произошел именно из-за этого. Сразу после введения эмбарга на российскую нефть, многие операторы не могли предоставить требуемый пакет страховых документов. В результате образовалась пробка из танкеров, в том числе перевозящих казахстанскую нефть. Главный дипломат Евросоюза призвал Турцию пересмотреть свои торговые отношения с Россией. В своем письменном обращении к Европарламенту, которая оказалась в распоряжении немецкой газеты и функи, Жозеп Боррелли рекомендовал Анкаре присоединиться к санкционному режиму Евросоюза. Углубление двусторонних экономических отношений Турции и России является поводом для большого беспокойства, писал глава внешнеполитического ведомства. Турция официально имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз. Ее товарооборот с Россией в этом году увеличился в два раза и может достигнуть 60 миллиардов долларов.